Добрый вечер, дорогие друзья! 18 ноября у нас сегодня и мы начинаем 46 урок. Речь в этом уроке у нас пойдет про тестирование моделей. Способ такой у нас будет не очень обычный, то есть в книгах по Rails о нем как-то не упоминается, но я хочу вам его дать, потому что, во-первых, это удобно, а во-вторых, все книги пишутся таким образом, что у них рассматриваются самые популярные библиотеки, а самые эффективные библиотеки, но менее популярные, они как-то почему-то опускают. И я счастлив, что у меня есть возможность повлиять на ваши неокрепшие умы и направить вас в правильном направлении, чтобы вы потом использовали только этот подход, ну или лучше. Итак, начнем. Мы сейчас с вами настроим тестирование для Rails, RSpec для Rails и вот такую строчку вам нужно добавить в гем-файл. Точнее тут четыре строки у нас получается. В наш гем-файл, в наш проект, который называется блок. Так мы сходу сразу... Давайте я открою текстовый редактор. в гем-файл. И когда мы что-то добавляем в гем-файл, нам нужно запустить команду bundle install. Вы сразу запустите команду bundle install, потому что возможно там подтянутся какие-то библиотеки, которых у вас нет из интернета. О чем говорит эта команда? групп тест, development, бла-бла-бла. Мы добавили в наш гем-файл два гема. До второго гема я не знаю, мы дойдем или не дойдем. но здесь одинарные кавычки еще поставил. Это не обязательно. RSpec Rails будет установлен для двух типов окружения. Первый тип окружения это тест, а второй development. То есть в продакшене у нас эти гемы установлены не будут. То есть они не будут тормозить наш продакшен, потому что в продакшене у нас должно все работать быстро. Эти гемы нам пригодятся, когда мы будем разрабатывать и тестировать наше приложение. У вас уже у некоторых отработала команда bundle install. Гемы установились и перейдем к настройке RSpec для Rails. RSpec мы с вами уже проходили. RSpec для Rails настраивается очень просто. При установке добавился генератор. Чтобы его запустить я ввожу команду Rails. G RSpec install. Скину вам ее в skype. Что делает эта команда? Эта команда запускает гем RSpec и выполняет его установку в наше приложение. Установка заключается в том, что будут созданы дополнительные папки и дополнительные хелперы. Какие папки хелперы будут созданы мы с вами сейчас посмотрим. Вы видите на экране, что, во-первых, была создана папка RSpec и там был создан спек хелпер. Также как бы был создан файл, который называется точка RSpec. Он там содержит в себе различные опции. Например, опция Color, то есть выводить все в цвете. Если вы помните, когда у нас был урок по RSpec, мы задавали вручную этот параметр. То есть это просто настройки RSpec. И самое главное, здесь появилась такая папка, которая называется спек. Если мы в нее зайдем, там будет всего лишь один файл, который называется спек хелпер. Этот файл, ну, вы можете на него глянуть, но мы там не будем вносить каких-то изменений. Нам это не пригодится. И можно, пожалуй, сделать первый коммит, который будет называться, например, install RSpec for Rails. Папку тест можно удалять. Ну, пока не удаляйте. Потом удалим. Так. Вот Джейк у нас, мне кажется, впереди всех идет. Все гемы уже выучил. Все по Rails знает. Так что, если у кого-то будут вопросы по Rails, можете спрашивать в чате, и Джейк вам ответит. Ну, или я отвечу. Так. Что нам нужно сделать дальше? Папка у нас пустая. Так как тема нашего сегодняшнего урока – это тестирование моделей, то мы будем тестировать модели, и для того, чтобы их тестировать, мы создадим там папку, которая будет называться правильно, models. в папке models. В папке models мы будем создавать наши файлы для тестирования наших моделей. И первый файл, который я там создам, будет называться косточек ρ , Почему контакт? Потому что у нас есть с вами модель, которая называется «Контакт». И у этой модели, в отличие от всех остальных, мы добавили проверку валидации на присутствие обязательных параметров. У нас модель Contact проверяет, чтобы обязательно был email и обязательно был message. Остальные модели мы тоже потом протестируем. Итак, как же нам протестировать эту простую и особо ничем не примечательную модель? Для начала самое основное, что вы должны вводить в каждом файле это spec-helper. То есть, подключаем наш spec-helper, который находится чуть выше, то есть в папке выше. Так. Далее я вам просто покажу, как описываются тесты. Ну, в принципе, вы уже знаете, они вписываются самым простым образом describe, там не важно, something, потом не забывайте do, здесь у меня sublime автоматически подставляет, не очень удобно. It does something, там тоже do, and. То есть, вот такой простенький тест, который мы с вами уже проходили, он тут будет таким же. чтобы проверить, мы запускаем команду rake-spec. Кстати, я забыл сказать одну вещь. Как бы я вам сказал поставить vagrant, и этот vagrant у некоторых наших телезрителей не заработал. Поэтому я все делаю в Windows. И, скажем так, так как я комичу в общей репозитории, я пока не буду переходить на vagrant. А если у вас есть vagrant, то вы можете его запустить и работать с ним. Потому что некоторые команды, они могут долго отрабатывать. Может быть, на следующем уроке я его тоже буду запускать. Но пока я просто хотел начать это тестирование и показать, что оно может выполняться также под Windows. И Linux, в принципе, для этого не нужен. Так, вот смотрите. У нас отработала команда rake-spec. И у нас было написано, что выполнился один тест. И у нас ноль сбоев. То есть вот этот тест у нас выполнился. Теперь нам нужно проверить в нашей модели Contact. А вот это условие. То есть как его проверить? Ну, тут существует такая хитрость. И хитрость заключается в следующем. Так. Сейчас я вам покажу эту хитрость. Но для начала мы изменим немножко наш тест. Если вы помните, то у нас был такой пример. Он у меня тут где-то есть. rspec.demo. В rspec.demo. В нашей спецификации, в наших тестах мы писали вот такую фишку. То есть describe, hero, do, там, бла-бла-бла-бла. Тут нам нужно написать то же самое. То есть вместо hero у нас будет наша модель, которая называется Contact. И тут наш it. Ну, мы его напишем немножко по-другому. Я его удалю и напишу вот так. It. Should validate presence of email. Я написал тут несколько слов на английском языке. Переводятся они так. Мы описываем нашу модель Contact и говорим, что она должна проверять присутствие имейла. То есть так же, как мы говорим, так мы и пишем, но только на языке Ruby. Ну, на языке Ruby здесь было изменено вот на такую конструкцию. Ну, вот эти фигурные скобки вы знаете, что их можно заменить на do, там, и на end. Но это для того, чтобы нам на следующую строку не переносить. Вот таким простым образом у нас тестируется наш validation атрибут. Наша валидация. Давайте запустим RakeSpec. И посмотрим на вывод. И вы тоже у себя запустите. Слово should можно перевести с английского языка как должно. То есть это должно проверять присутствие имейла. В дальнейшем там будут другие английские слова. И они будут немножко различаться. Я вам про них скажу. Смотрим на наш тест и видим, что он не выполнился. Не выполнился, потому что наш тест не понял, что такое validate presence of. Не нашел он такой команды. Не нашел, потому что у нас нет такого гема. Я специально его не стал включать, потому что хотел, чтобы мы их включали по мере того, как они нам потребуются. Иначе можно сразу включить 10 гемов, а потом говорить, а вот этот гем для того нужен, вот этот гем для того. А так у нас будет все понятно. То есть у нас появилась ошибка и нам нужно подключить еще один гем в нашем гем-файле. Гем этот называется Shoulder Matchers. Помните про различные Matchers? Такую строчку добавьте. Про различные Matchers, которые я вам говорил, существуют в Airspec. Так, я введу пока Mandel Install. Пока у меня там что-то скачается. А, ну, у меня все установилось. У вас возможно скачается. Я вам говорил про разные Matchers. Здесь где-то они, может быть, у меня есть. Может быть и нет. Не помню точно. Airspec. А, вот. Built-in Matchers. Такие у нас были матчеры для нашего Airspec. То есть мы писали expect, там, to, бла-бла-бла, вот, что-то, и так далее, и так далее. И здесь различные варианты сравнения, обработка исключений, проверка массивов, ну, и так далее, и так далее, все что угодно. Вот. Но в этих матчерах, которые встроены в Airspec, в них нет матчеров для проверки моделей. Поэтому нам нужно установить вот такую вот штуку, которая называется Shudo Matchers. И этот Shudo Matchers доступен на Github. Ну, я вам сразу скину ссылку на документацию к нему. Если вы хотите ссылку на Github, то просто введите Shudo Matchers Github. Посмотрим на наш ValidatePresenceOf. ValidatePresenceOf. Здесь есть простенький пример. Какой-то класс там, вот. Ну, здесь он немножко упрощен, скажем так. Не упрощен, а не такой, как у нас. Но, тем не менее, можно понять, как он работает. Также остальные там есть матчеры. Если вам будет нужно, мы некоторые из них разберем. Итак, мы добавили и самое время запустить RakeSpec и посмотреть, что будет. В нашем случае тест должен отработать нормально. И потом мы вот эту строчку закомментируем, вторую строчку. И посмотрим, как наш тест отработает. Итак, смотрим, что наш тест отработал нормально и он проверяет присутствие e-mail. То есть, таким образом вы можете удостовериться в том, что ваша модель должна обязательно проверять присутствие e-mail адреса. Давайте закомментируем. Закомментируем, сохраним и снова запустим. Сейчас в нашей модели проверяется только месседж и у нас тест не должен отработать. Он у меня немножко долго работает, но работает. И вот мы видим, что у нас возникла ошибка. Подробный текст ошибки говорит, что can't be blank. То есть, не может быть пустым. Поле e-mail. Вот такая вот интересная штука. То есть, наши тесты работают. Мы можем смело раскомментировать эту строчку и добавить еще одну строчку для тестирования месседж. Я тут добавляю месседж. Запускаю rexpack. И сейчас, если у меня тест отработает нормально, я смогу сделать commit. А commit у нас будет называться, например, я его хочу разбить на два. Я его напишу так. and should matchers То есть, добавляем should matchers. А потом and contact module spec или specs Давайте spec напишу. Commit Так, закоммитил я. А, ну, тесты у нас отработали нормально. Если вы помните, на прошлом уроке я вам говорил про то, что при коммите, вот мои тесты в проекте, в реальном, над которым я работаю, они запускаются автоматически при коммите. То есть, если я вдруг забыл запустить тест, вот тут, и если я закоммитил код с ошибкой, то автоматически мне придет уведомление о том, что я закоммитил и у меня в репозитории лежит битый проект, который не работает. Так что, если вы будете работать, то стремитесь к тому, чтобы ваши тесты всегда запускались автоматически при коммите и чтобы они сообщали. Как именно это сделать, я уже не буду говорить, потому что я там, ну, в смысле не буду делать отдельный урок на эту тему. Достаточно было одного, чтобы так в общих чертах. В рельсах, ну, это не рельсы настраиваются, это настраиваются дополнительные библиотеки. Ну, на самом деле это все очень просто, существуют уже готовые сайты и сервисы, которые вам все из коробки дают. И многие сайты и сервисы, они бесплатные, если у вас небольшой проект или какие-то там совсем небольшие деньги берут. Ну, у меня все бесплатно, ну, за исключением той утилиты, которую я использую для создания заметок. Ну, то есть, для своего Scrum, Kanban методологии. За эту утилиту я плачу 1 цент в месяц. Там можно было назначить произвольную цену, я указал 1 цент. Они с карты 1 цент снимают. Так, отлично. Мы протестировали нашу модель, которая называется Contact. Она у нас работает. О чем нам говорят тесты? Давайте посмотрим, какие еще у нас существуют матчеры и какие нам пригодятся. Вот здесь они все делятся на ActiveModel, ActiveRecord и ActionController. То есть, для тестирования моделей, ActiveRecord и для тестирования контроллеров. У нас как бы модель, она в то же время и является частью ActiveRecord. И вот тут следующая вещь, которая нам пригодится, это HaveMany. Что такое HaveMany? HaveMany в переводе с английского языка имеет много. Если мы посмотрим на нашу модель, которая называется Anticle, у нас тут есть HasMany. А почему? Первый вопрос. Почему тут Has, а там Have? Дело в том, что в английском языке, это как раз то, о чем вам не скажут курсы на английском языке. Дело в том, что на английском языке конструкция Should Has будет неправильная. То есть, так не говорят. Говорят всегда Should Have. И Ruby старается придерживаться грамматики английского языка, и поэтому они сделали вот такой матч, который называется HaveMany. Но HaveMany с тем расчетом, что он будет использоваться вместе со словом Should. То есть, без слова Should, HaveMany как бы, оно никуда не подходит. Хотя вот тут, когда у нас Article, здесь правильно будет сказать HasMany. То есть, в принципе, это одно и то же. И не должно вас особо смущать, если вы знаете английский язык. Но если не знаете, просто запомните то, что я вам сказал. Как же нам использовать этот HaveMany? HaveMany используйте очень просто. Для начала, я думаю, нам нужно создать файл, который будет называться article.spec.rb. И сюда. Ну, я вот так вот скопирую, чтобы мне не писать. Тут мы описаем сущность article. article. И тут мы используем should и дальше пишем HaveMany.comments. То есть, мы говорим, что сущность article должна иметь много комментариев. Много комментариев, потому что об этом в этой сущности как раз и говорится. Если мы на нее посмотрим. Я ее уже потерял. Ага, вот она. То есть, HasMany. И вот такой вот тест для этой сущности. RakeSpec. И у нас запускаются тесты. Кстати, есть ли у нас кто-нибудь с чата, кто под Windows запустил Vagrant? И у кого работает уже под Windows, пишите в текстовом редакторе, а Rails исполняется в Linux. Не форвардятся порты. Если порты, проблема с портами, то может быть это настройка firewall. Попробуйте firewall отключить. В общем, с портами делаем. Но смотрите на наш тест. Тогда на перерыве поговорим подробнее про Vagrant. Итак, у нас три примера отработали нормально. То есть, наш тест отработал отлично. И мы можем создать еще какой-нибудь тест. Давайте создадим... Ну, так как у нас есть много комментариев, было бы логично создать тест, который называется CommentSpec. Я пишу. Создаю новый файл, который называется CommentSpec.rb. Коммит я пока делать не буду. Я всегда его смогу сделать потом. Файл CommentSpec.rb. Копируем туда все, что у нас есть в article. Но это можно закрыть. И откроем этот самый comment.rb. Вот так выглядит сущность. Сущность comment, которая принадлежит article. То есть, у нас получается такая связь. Один ко многим. То есть, одна article, статья, содержит много комментариев. И комментарий, соответственно, как отдельный комментарий, он принадлежит статье. Здесь нам нужно протестировать эту сущность, которая называется Comment. Comment. Я заменил article на comment. И здесь нужно использовать другой матчер, который называется BelongTo. BelongTo и article. Овратите внимание, что опять у нас с английским языком возникла такая, как это сказать, хорошим словом на языке вертится, рассинхронизация. Конфликт. То есть, здесь мы в нашей сущности пишем BelongsTo, а в тесте мы пишем BelongTo. А s тут нет просто потому, что в английском языке должно звучать It should belong to. А никто не говорит It should belong to. Потому что BelongsTo говорят, что Comment belongs to article. То есть, таким образом вы как бы немножко еще английский язык свой подтягиваете. Мы можем глянуть на этот матчер. Он у нас тут есть, но он довольно простой. Здесь есть примеры зато. Тут класс Person, который принадлежит какой-то организации. И вот такой простой тест, который мы с вами написали. Здесь, кстати, примеры даются для двух типов. Для встроенного и механизма тестов и для RSpec. Используйте RSpec. Потому что это прикольно. То есть, это не хорошо или плохо, а именно прикольно. Давайте запустим наш тест RSpec. В чем разница RSpec и RSpec? Ну, в принципе, разницы нет. Но RSpec это как отдельная команда. ASpec это путь. А здесь RakeSpec это тот же самый RSpec, который запускается через Rake. Просто по-разному запускается. Чего они там в скобках пишут? В каких скобках, непонятно. Так, смотрим. Четыре примера у нас отработало. Четыре теста мы написали. Самое время сделать commit. Смотрите. У меня здесь есть два файла. Если у меня существуют логически разные элементы моей работы, которые я сделал. То есть, я сначала написал тесты для article, потом написал тесты для comment. то я их разбиваю на два коммита. Почему на два? Потому что, если их разбить, написать в один коммит. То, когда мы перейдем на GitHub, там для каждого файла будет высвечиваться описание коммита. И чтобы для каждого файла описание коммита совпадало с тем, что ты сделал, необходимо разбивать ваши коммиты на отдельные коммиты. То есть, если много изменений сделает, то не коммите, прям все сразу. Так, тут я пишу Так, тут я пишу и 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 В общем, оказывается, что надо было делать урок по Vagrant, или половину урока хотя бы, чтобы у всех заработал. Получилось, что у одних работает, у других не работает. Хорошо, что я не начал делать Vagrant, потому что там бы я, может быть, другую версию аспека использовал. Так, что у нас там три минуты до перерыва. Продолжаем. Следующая, как бы, наша подтема – это вложенный describe. Очень удобная вещь. Сейчас я вам покажу, как она работает. Давайте в нашу модель article добавим валидацию. Я, например, напишу так. Validates. Что там у нас есть? По-моему, title. Presence. True. И Validates, если я не ошибаюсь, Text. Presence. True. Кстати, пока я пишу, пусть кто-нибудь напишет в чат команду, которую нужно запустить в Rails-консоль для вывода всех свойств объекта. То есть создаем объект и выводим все свойства. Вспомнит кто-нибудь или не вспомнит. Интересно. Так. Добавил валидацию в articles. И обновим наш спек по article. Я иду в article.spec. И тут делаю такую штуку. Разбиваю на два. На два раздела. То есть мы можем написать, например, сейчас вот так, как там у нас написано в contact-spec. Можем сделать вот так. Validate presence of title. Validate presence of text. И это будет работать. Но я предпочитаю разбить это все на логически понятные части. Разбивается это следующим образом. Describe. Потом тут я пишу, например, validations. Do. Тут мы проверяем валидации как бы. And. И тут я делаю еще один. Describe. 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 Associations. Ассоциации. And. То есть мы разбили наш тест на две логические части. Первая логическая часть проверяет валидацию. Вторая логическая часть проверяет ассоциации. Это делать не обязательно, но это облегчает другим разработчикам задачу. Потому что, если вы помните, одно из требований к тестам это readability, то есть читаемость. Тесты должны быть читаемы. И это как бы важные требования. А все остальное можно принести в жертву. comet. Inspect. Все верно. Так, 41 минута у нас. Давайте до 51 минуты мы сделаем перерыв. Я отвечу на ваши вопросы. А, кстати, посмотрим. Тест у нас отработал? Отработал, отлично. Смотрите, мы добавили две валидации, и у нас 6 примеров выполнилось. Я сделаю коммит тогда. Коммит я, ну, можно в одном сделать, можно в двух. So, and station 4 article model. So, date article spec. Так, и я. Залил изменения на сервер, так что, если кому-то надо, можете посмотреть. На перерыве можете запустить тесты, проверить. Хороший проект. В хорошем проекте. Должно быть много тестов. Все модели должны быть покрыты тестами. У нас уже 6 тестов есть. То есть, кое-что у нас уже есть. Если вы придете на собеседование, если вас попросят написать тесты, то, по крайней мере, модели вы можете покрыть. Нужны еще, конечно, контроллеры, но до контроллеров, я думаю, мы сегодня не дойдем. Кстати, если получится, то напишите потом на форуме про установку Vagrant, чтобы у всех было. Ну и я, наверное, тоже расскажу вам хотя бы вкратце. Спасибо. Спасибо. Вот, кстати, может быть вам полезен сайт, кто уже познакомился поближе. Спасибо. 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 Создать свой виртуальный, уже готовый Linux, настроенный, выложить его в виде контейнера и тогда, то есть, вот как сделано на Vagrant Boxes. Здесь много есть разных. Вон. С Rails, наверное, что-то тоже есть. В общем, да. Много всего. Ruby. В свой контейнер нужно делать и куда-то его выложить, чтобы все могли его скачать, чтобы ни у кого не было проблем. Ну, ладно. Это я постараюсь вам сделать. Самое главное, чтобы у вас VirtualBox работал, потому что у меня он выдавал синий экран. Так, ну что, продолжаем. На чем мы остановились? На том, что мы запустили два теста, два новых теста, которые мы создали для нашей модели Article. И сейчас мы создадим еще один тест. Но прежде я вам хочу сказать про вот этот самый describe. Как он, ну, про конвенцию, так сказать. Что принято. А принято следующее. Когда мы пишем describe что-то там do вот тут вместо троеточия может стоять какое-то слово, например. something. something. Something означает что мы не будем тестировать метод. То есть, это как я напишу не метод. То есть, здесь мы пишем ассоциации, например, валидацию. То есть, у нас нет какого-то конкретного метода в нашем классе, который мы тут тестируем. Метод мы будем тестировать дальше. И прежде чем тестировать, я вот хочу сделать такое замечание. Если мы тестируем какой-то метод, то мы пишем вот так, например. Ставим решетку и пишем тут метод. То есть, describe решетка и метод. Это то, что называется instance метод. Если вы этого не сделаете, ошибки не будет никакой. Просто, когда вы следуете вот этой конвенции, некоторые автоматические утилиты, ну, например, спект.док, ну, и другие есть, они анализируют ваши тесты и смотрят. Если в этих describe используется вот этой конвенции, то они анализируют ваши классы и могут вам сказать, какое количество кода у вас покрыто тестами. Например. То есть, это используется для instance метода, а это используется для класс метода. метод. То есть, instance метод это, например, если мы вот этот instance метод, если мы сейчас возьмем какой-нибудь метод, добавим в нашу модель, но мы сейчас его добавим, то это будет instance метод. А если мы напишем там self, self, там метод, то это будет класс метод. метод. Ну, это так в Ruby принято говорить. Так что в describe мы пишем или строчку обычную, если она, если мы не тестируем метод, если мы тестируем метод, то мы начинаем с решетки. Ну, если self, там, то начинаем с точки. это такая необязательная конвенция, но желательно так делать. Давайте добавим в наш article где он у нас тут есть метод instance метод, который называется subject и будем возвращать здесь просто title. Такой у нас будет простенький метод, то есть subject предмет, как бы тема нашей статьи, это и будет заголовок нашей статьи. И нам нужно протестировать вот этот subject. Мы добавили вот такой вот код, то есть добавили всего три строчки, но тестов к этим трем строчкам будет не три строчки. То есть будет как бы так нормально. Сейчас нужно немножко быть повнимательными, потому что будет новая гема, там будет такое понятие, как factory. я постараюсь вам объяснить это насколько возможно, но если у вас будут вопросы, то вы задавайте, я на них отвечу. Так. И мы создаем наш тест. текст. Тут я пишу describe и как я уже говорил, начиная с решетки, пишу subject do. Тут я пишу and сразу. Что у нас этот subject должен делать? я пишу it returns возвращает например the article title. То есть возвращает заголовок статьи. То есть метод subject возвращает заголовок статьи. do здесь end. Сейчас я напишу такую строчку. Она будет вам немножко непонятна. Мы ее разберем потом. Я создаю объект article но не с помощью ActiveRecord как мы создавали, а с помощью такой конструкции. Немножко хитрый. article тут говорю что title будет coin lorem ipsum вот эта строчка. Можно добавить комментарии сюда. Создаем объект article хитрым способом. Тут это то, что называется как у нас там было act, arrange, act, assert. здесь мы одновременно делаем и arrange и act. А тут мы делаем assert. проверка 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 мы с вами уже ее проходили мы напишем то же самое что мы писали в нашем hero spec когда-то напишем expect там что-то равно чему-то я напишу expect article subject то есть мы тестируем subject и мы ожидаем что этот subject будет вот таким это будет наш тест сейчас я ввожу команду rake spec вы увидите список софта для установки на обычный linux в принципе нам ничего не надо только рейлз рейлз скилает но если вы поставите какой-нибудь linux там но бунту там со всеми пакетами то хуже от этого не будет просто вы не будете до устанавливать там чего-то если чего-то не хватит так но здесь начинается у нас уже проблема проблема с linux смотрим на результат выполнения нашей команды мы тестировали и в итоге у нас появилась ошибка ошибка заключается в том что руби не может найти метод create оно и понятно он не может его найти потому что метод create принадлежит к такому гему который называется так 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 пишется вот так 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 что это за ген такой хитрый мы его будем использовать вот этот factory girl это замена нашему active record дефолтному то есть тот который разбирается во всех книжках когда вы делаете тестирование с factory girl нам не нужна будет база данных мы не будем создавать какую-то базу данных не будем наполнять ее тестовыми данными так называемыми fixtures а будем использовать этот factory girl он гем довольно удобный и что самое главное он нас то что называется encourage то есть склоняет поощряет к тому чтобы использовать dry принцип dry это don't repeat yourself то есть не повторяйте сами себя вместо того чтобы создавать каждый раз там какие-то объекты для теста мы с помощью factory girl создаем скажем так в одном месте фабрику и дальше уже эта фабрика будет отвечать за то чтобы создавать нам объекты для теста с помощью всего лишь одной строчки то есть сначала настраиваем а потом легко используем как нам установить этот factory girl и как к нему подойти с какой стороны к этой фабричной девочки нам подойти вот я вам скинул ссылку на getting started здесь правда у меня если я буду нажимать куда-нибудь у меня оно так пропадало все если вот видите раз и пропал не знаю почему если у вас не пропадает то вы напишите мне что не пропадает я не пойму то ли у них дело то ли у меня в общем ладно самое главное что я могу это видеть просто не удивляйтесь если что-то вы выделите скопируете и потом у вас сверсткой что-то случится на этом сайте с чего нам начать ну начать нам очевидно нужно с того чтобы тут нам самая первая подсказка если вы используете Rails то вам нужно установить вот этот гем давайте его установим вот эту строчку мы скопируем 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 в наш гем файл так вот тут в конце то есть видите постепенно добавляем гемы если бы я все сразу указал то вы бы потом спрашивали а зачем нужно вот это а вот это нужно за тем что у нас вот есть такой create метод который не сработал так я добавил сохранил bundle install делаем команда bundle install у меня отработала у вас может быть она должна что-то подтянуть так и когда команда отработала мы снова запускаем рейкспек и посмотрим если у нас ошибка или нет так вот у одного человека установилось рейкспек отработал и смотрим на ошибку пишет undefined метод create с чем же это может быть связано так create смотрим что у нас дальше тут говорится бла-бла-бла ну и для того чтобы у нас не было этой ошибки нам нужно просто создать конфигурацию конфигурация довольно простая мы копируем вот этот участок кода вот по этому пути то есть создаем папку support и создаем там файл factory goal и нам нужно вот эти вот ну тут первые пять строк вот эти ну если не считай комментариев то три строчки я наверное это сделаю в фаре я иду spec создаю этот support и пишу factory goal rb и копируем сюда вот это вот у меня все пропало надо обновить так я скопировал и вот так вот у вас должен выглядеть этот файл что такое support support это специальная служебная папка для rspec если что то нужно то он отсюда из этой папки подтягивает здесь мы точнее подтягивает он все просто мы назвали factory goal для себя такое название можем переименовать по другому и этот наш rspec будет отсюда что то запускать и будет будет запускать все файлы которые будут находиться в папке support точнее не запускать а импортировать скажем так я запускаю команду rake spec снова для того чтобы убедиться что у нас ошибка изменилась на другую и у нас уже есть большой прогресс который заключается в том что наша ошибка теперь factory not registered то есть фабрика не зарегистрирована другими словами нам нужно зарегистрировать фабрику давайте это сделаем чтобы зарегистрировать фабрику какую-то нам нам нужно в папке spec создать папку которая будет называться factories то есть фабрики ну и в этой папке создаем файлик который будет называться articles rb то есть статьи во множественном числе поняли что я сделал если смотреть это из фара то выглядит это вот так появилось у нас две дополнительные папки первая папка support для того чтобы подключить factory girl к rspec вторая папка factories в которой мы создали пустой файл articles rb и в этом файле articles rb мы создадим нашу первую фабрику в этом getting started гайд существует подробно тут чуть ниже defining factories в разделе документация о том как создавать эту самую фабрику ну сам простой пример это вот этот то есть ниже тут смотреть не надо он как бы на две части разделен но вот эта первая часть это самый простой пример давайте сейчас я создам фабрику напишу и вы посмотрите как выглядит самая простая фабрика я пишу вот так factory girl define do factory article do and and вот это пример простейших фабрики можете сделать то же самое здесь создается фабрика в этом примере официальной документации для какого-то пользователя для сущности пользователя у этой сущности предполагается что уже есть свойства first name свойства last name свойства админ и так далее вот у нас тоже там конечно что то есть но мы пока пока это не описывали я запускаю снова rake spec и посмотрим что у нас выведет эта команда вот этот пример он просто говорит о том что фабрика создается на основе класса то есть не обязательно соблюдать вот эту naming convention чтобы название было точно так же как у класса здесь можно создать другую фабрику и указать ей класс который будет использоваться но мы как бы нам это пока не надо и смотрим что у нас уже другая ошибка и эта ошибка нас очень обнадеживает в том плане что мы продвигаемся дальше и эта ошибка уже говорит о том что у нас не отработала валидация другими словами у нас же существует валидация вот в этом а в нашей сущности article вот она и при выполнении нашего теста валидация не отработала а тест наш как вы видите он валидацию проверяет точнее валидация то он проверяет но создание происходит вот здесь этот метод создает но тем не менее чтобы наша фабрика окончательно заработала нужно нужно вот тут задать какие-то свойства тайтл например обязательные свойства article title напишем текст напишем article текст ну тут я пишу все что угодно я просто пишу так чтобы это это эти свойства не были пустыми я сохраняю и попробуем снова запустить рейкспек то есть что тут происходит мы определили фабрику фабрика которая будет называться article это фабрика article по умолчанию будет брать нашу сущность нашу модель article и устанавливать в этой модели свойства title и текст то есть другими словами как бы этой фабрике мы говорим дай нам валидную сущность дай нам сущность дай нам нашу модель которая будет валидна то есть дай нам article вот с такими свойствами вот это и есть фабрика используем для того чтобы получить эту модель вот эту конструкцию которая называется create мы конечно можем использовать наш ну то есть создать наш собственный объект который будет находиться в памяти например вот но но пока это можно сделать но потом когда возникнет немножко больше там различных сценариев вы увидите что это все будет сложнее и сложнее то есть у нас есть пока статья если мы захотим там комментарии то нам нужно будет добавлять еще комментарии если мы хотим использовать потом еще раз нам нужно будет добавлять еще раз конечно для всего этого существует fixtures вот но это немножко другой подход я вот люблю делать так если создание модели установлен валидатор на уникальность покажи как автоматизировать этот процесс чтобы тесты создавались с уникальными моделями очень просто если мы посмотрим на наши матчеры вот у нас есть тут матчерка который называется Validate Uniqueness Of мы просто напишем вот так Validate Uniqueness Of Email вот и все то есть проверить уникальность email вот эту строчку вы добавите ну понятно что вместо permalink нужно написать email фабричная барышня почему она как раз создает модели вот она в нашем тесте вот тут создала модель просто если вы хотите проверить валидацию что у вас как бы it should validate бла 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 то есть ваша модель должна проверять уникальность то есть вы должны если вы хотите убедиться что ваша модель проверяет уникальность то вы вот тут должны написать там добавить третью строчку сюда вот а вот это мы сейчас создаем объект нашей статьи и дальше уже тестируем вот если мы посмотрим на вывод то мы видим что наш тест отработал то есть другими словами с помощью Factory Girl мы создали объект article но считайте что мы создали его так же как мы его создаем в контроллере где у нас тут вот тут new то есть здесь мы пишем article new и параметры передаем а тут мы написали create то есть мы использовали просто factory girl для того чтобы создать этот объект почему мы использовали factory girl потому что дальше вы поймете почему первая причина это первая причина заключается в том что factory girl не лезет в базу данных то есть вам не нужна база данных для того чтобы тестировать вот в случае с active record вам будет нужна база данных точнее в случае со стандартным подходом как говорится в книжках открой factory girl rb так момент я его не закоммитил вот он то есть это код просто из этого из getting started я его сюда скопировал давайте я сделаю несколько коммитов здесь мы кстати я не договорил здесь мы создали сущность article и дальше мы проверили что наш subject то есть мы тестируем subject вот этот метод который мы создали что наш subject равен вот этому lorem ipsum хотя тут мы задали title вот такая вот такой получился тест у нас давайте я сделаю коммит так тут мы and factory girl support for тут у нас factoring girl support for spec так тут у нас и создаем какой-то метод и мы создаем subject method for article и тут мы add factory for article и update article article spec и update делаем push Александр по вопросу ответа не получил проверить нужно не валидацию а создать 500 разных моделей на которых висит валидация Александр еще раз задать свой вопрос потому что я видимо его не понял так давайте теперь возьмем что-нибудь посложнее что же нам взять посложнее давайте вот тут в нашей модели добавим такую штуку напишем last comment то есть модель article будет возвращать последний комментарий напишем тут comments last то есть из коллекции comments будет выбираться последний комментарий и вот эта функция last comment будет его возвращать как создать несколько сущностей автоматизированным процессом чтобы у них не повторялось уникальное поле все понятно это можно сделать вот сейчас мы как раз это и рассмотрим создаем last comment и нам нужно протестировать вот этот last comment с чего мы начнем ну можно например вот тут написать describe опять начнем с хэша это last last comment do и что должен делать этот last comment тут например можно написать it returns the last comment так такую вот заглушку мы сделаем так теперь очень хорошей демонстрацией будет мы создадим фабрику но эта фабрика будет возвращать не статью а статью с комментариями как же это сделать сделать это очень просто мы будем для начала давайте фабрику создадим для комментария для самого идем factories spec factories ctrl s comments rb и я копируем сюда из articles ну как раз ответ сейчас будет на вопрос factory comment в комментарии у нас по-моему автор да есть автор напишем какой-нибудь там майк например и у нас есть body мы 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 бы могли написать body тут например something бла бла вот но мы сделаем по-другому вот раз у нас Александр хочет сделать хочет создать несколько сущностей чтобы у них не повторялось уникальное поле мы сделаем так у нас будет фабрика которую мы потом опишем в файле именно фабрики статей у нас будет отдельная фабрика которая будет создавать статью например с тремя комментариями мы сделаем так чтобы у первого комментария текст был что-то там бла 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 один у второго комментария текст будет бла 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 два третьего бла бла три вот это делается следующим образом то что я сейчас напишу это есть документация к factory goal то есть это не то чтобы я как захотел так и придумал с головой то есть там есть документации множество примеров например я пишу так sequence body то есть свойства body sequence это специальный метод помощник и синтаксис он принимает блок то есть ламбада выражение и тут нужно писать вот так например command body и m как это будет работать когда фабрика комментариев будет создавать очередной объект она будет у первого объекта устанавливать свойства body в comment body 1 у второго объекта будет устанавливать свойства в comment body 2 у третьего в comment body 3 и так далее то есть сколько объектов будет создано у всех body будет отличаться можно то же самое задать для автора и так далее очень удобно это чтобы задавать e-mail то есть вы пишите e-mail там такую штуку интерполяцию используете ну и там какой-то домен и и каждый раз при вызове вот этого кода когда вы пишете create у вас будет создаваться новый объект уже с новым e-mail например e-mail 1 e-mail 2 e-mail 3 хотя вызов будет все время один если захотите тысячи объектов создадите у нас будет тысяча разных объектов мы сейчас создадим фабрику которая будет с тремя комментариями у нас будет 3 комментария так сделали фабрику для ну просто по подобию сделали фабрику для комментариев давайте тут сделаем такую хитрую фабрику которая будет называться article with comments я пишу обратите внимание внутри вот этого блока то есть я не выхожу вот сюда за and а пишу прямо внутри factory article with comments пишу do не забывайте писать do and и что мы тут будем делать ну тут если вы посмотрите в документации там есть примерчик такой если вы посмотрите в документации там create list тут упоминается создается какой-то пользователь и количество постов у него будет 5 вот этот автор говорит о том что после создания объекта он сделать что-то ну вот существует такой create list для того чтобы создать список там чего-то вот он дальше тут рассматривается ну подробнее вам будет домашнее задание почитать посмотреть на вот этот гайд ну я вам сейчас как бы покажу как это используется я пишу так after create то есть после создания давайте я буду создаем фабрику с названием article with comments для создания статьи с несколькими комментариями after create после create do то что я сейчас пишу это просто синтаксис вот этого factory girl do article потом они пишут а value hater хотя использовать его не обязательно но я напишу так как они пишут то есть я просто сейчас сейчас можно сказать копирую то что в этом getting started guide и тут нам нужно написать такую штуку create лист коммент создаем список из комментариев после создания после to go создаем список из комментариев напишу из трех create list коммент 3 и так как у нас сущность если мы посмотрим на нашу модель коммент здесь есть article нам этот article нужно указать тут я пишу article и это уже идет хэш и мы используем вот этот article который вот тут а вот этот который вот отсюда ну такой вот хитрый синтаксис и сейчас я вам покажу как мы будем создавать статью с комментариями нам нужно пройти в article spec и пишем тот создаем статью но в этот раз с комментариями напишу article равно create article with comments title я не пишу потому что title у нас автоматически устанавливается тут нам в принципе не важно какой это будет title мы его не тестируем поэтому вот вот таким образом мы создаем объект article и в этом объекте у нас будет уже три комментария и эти три комментарии мы можем использовать использовать их очень просто проверку например проверка и комментарии у нас три то мы должны убедиться что тело последнего комментария body 2 eq равно как мы там писали comment body 3 понимаете то есть создали article с комментариями и говорим что тело последнего комментария должно равняться 3 значит что существует предыдущие 2 но можно здесь еще добавить проверку на то что этих комментариев 3 например но наверное эта проверка не нужна потому что мы тестируем last comment чисто так логически и вот эта штука должна нас отработать ну как бы скажем так немножко sophisticated что называется то есть много нового нам нужно проверить всего лишь вот это а написали мы тестов ну так прилично создаем фабрику там спецификация тут как бы ну просто кажется что много потому что для вас это ну вы только сегодня с этим дело имели когда вы немножко попишите то будет все понятно но фабрику мы создали раз и навсегда другими словами если мы захотим где-нибудь еще создать статью с комментариями то мы будем использовать вот этот код и у нас фабрика уже будет готова этот код будет просто работать фабрика создается один раз а дальше мы ее можем использовать то есть как бы тут тоже я бы не сказал что есть какой-то overhead в этом плане и смотрим как у нас отработали тесты а тесты у нас отработали отлично 8 примеров у нас отработало и слушаю ваши вопросы если вопросов нет то буду задавать домашние задания надо будет пересмотреть и сделать копибара копибара ну в следующем уроке мы ее разберем я думаю задерживает видеокасты я бы их не задерживал если бы они конвертировались автоматически на Vimeo обновился софт для вебинаров и теперь мне нужно поставить компьютер на ночь чтобы это все сконвертировалось просто я забывал ставить на ночь по привычке поэтому приходилось конвертировать днем поэтому происходила задержка раньше то сразу я выкладывал на Vimeo Vimeo сразу обрабатывал а сейчас появился новый формат так ладно домашнее задание домашнее задание будет такое первое добавить добавить сущность article валидацию длины title в ну скажем здесь будет 140 символов и написать тесты так второе добавить в article валидацию длины body body for 4 тысячи скажем символов и написать тесты ну и третье на в comment добавить а ватикова у нас там не body а текст по моему а в comment как раз body в comment добавить валидацию body и в валидацию длины 400 символов и написать тесты тесты ну на этом наверное все будет финальные коммиты да кстати давайте я сделаю самый хардкор короче так антигал спек первый коммит это антигал так дальше мы добавляем добавляем для comment and comment factory актеры и коммент factory обновили мы для создания артикл с несколькими комментариями и обновили тест апдейт артикл спек а вот кстати еще я вам задам такое задание четвертый будет github комм это проект про который я вам уже говорил посмотреть как устроены тесты вот в этом проекте вы увидите что там в принципе то же самое используется те же самые factories тут они немножко как говорится more sophisticated то есть чуть посложнее потому что проект посложнее тем не менее тут все понятно тут factories вам нужно три папки factories models и support ну и тут в моделях тоже интересная приемы используется гляньте посмотрите и думаю что вам должно быть интересно ну тут валидация тоже есть в общем проект такой неплохой для неплохой небольшой самое главное на этом мы наш урок заканчиваем и до встречи в четверг не но куда все же что это не что не 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 Продолжение следует...